Доброе утро! Уже время, мы начинаем нашу дискуссию, начинаем работать. И я очень рада, что вы сегодняшний день на выставке решили начать с нашей дискуссии. Мне кажется, мы постараемся, во всяком случае, сделать так, чтобы вот те проблемы, которые мы будем обсуждать, те вопросы, которые стали во главе нашей дискуссии, помогут вам по-особому смотреть на все то, что происходит на выставке. Потому что выставка это про школу, даже не сегодняшнюю, а школу завтрашнего дня. И вот мы будем говорить о том, что ждет наша школа, какие сейчас стоят задачи и какие могут быть изменения в школе. Итак, наша дискуссия называется «Нужны ли школе учебные предметы?» И в нашей дискуссии два спикера. Представлю их. Бетянова Марина, директор Центра психологического сопровождения образования «Дочка Пси» и Марк Сартан, руководитель Центра разработок образовательных систем «Умная школа». Свои позиции они представят чуть позже. У нас дискуссия будет структурирована, у каждого спикера будет какое-то количество определенное времени для того, чтобы изложить свою позицию. Вы видите, я тут запаслась инструментами для того, чтобы помогать им в этом. Но вначале я хотела бы задать вам, как участникам дискуссии, несколько вопросов. Вопросов, которые вас и настроят на разговор, и я думаю, что немножко пробалинтизируют. Итак, мы говорим с вами про учебные предметы. И я думаю, что здесь есть и педагоги, есть педагоги и родители. И вот такой вопрос. Сколько предметов изучает сейчас ученик в пятом классе? Какое количество предметов у него стоит в расписании? Как вам кажется? 5, 6, 10, 20. Примерную цифру. 20. 20. 12. Сколько? 13. 15. Итак, в пятом классе у нас есть человек, который практически попал в точку. В пятом классе 13 предметов для изучения. Ну, вот в этот список вошел еще и урок физкультуры. Ну, в принципе, 13 предметов. А как эта цифра меняется, например, к окончанию средней школы в девятом классе? Сколько предметов ребенок изучает в девятом классе? Ага, больше. Примерно столько же. Ну, можно ли считать примерно столько же? Цифра 15. В девятом классе добавляются еще предметы. Итак, с пятого по девятый класс, не берем уже старшие классы, 12-15 предметов. В течение недели проходит, изучает ученик. Хорошо. Предметов много. А мне хотелось бы услышать ваше мнение. А вот как вы считаете, от каких бы предметов можно было бы сейчас отказаться? Какие предметы не нужны нашим современным детям? Помним название предметов? Педагоги-то наверняка помнят. Ну и родители, я думаю, тоже. Очень трудно отказаться, потому что мы имеем итоговую аттестацию. Пока трудно говорить. А нет, не имею в виду итоговую аттестацию. Но задача современного мира. От чего бы отказались? Традиционно, наверное, это литература и история можно было бы как-то совмещать. Возможно, сюда же можно было бы соединить и общество знания, как-то интегрировать. И есть уже... И МХК туда же. У нас делал комплекс на такой курсе. Да, но и может быть, уже же есть эта практика. Все предметы по естествознанию, если они не являются профильными. Убирать, я считаю, немножко неправильно. Скорее, здесь нужно менять всю структуру. Во-первых, во многих школах сегодня есть практика специализации, когда разбивают как минимум на два потока – гуманитарные и точно технические науки. Я считаю, что в этом есть доля здравого смысла. Хотя и здесь нужно быть очень внимательным и осторожным. И во-вторых, есть очень важная практика, которая сейчас больше используется среди университетов, там, СУЗов или ВУЗов. Это перевод части предметов на факультативы. Когда у человека есть выбор, чем он хочет заниматься больше – физкультурой или дополнительным иностранным языком. Я сейчас слышу такую позицию. Ничего не убираем, просто по-другому структурируем процесс образования. Может быть, интегрируем несколько предметов в один курс, разделяем на потоки. Но в целом предметное содержание должно оставаться тем же. Есть ли еще какие-то позиции? Отлично от того, что прозвучало. Хорошо. Но все-таки, может быть, современным детям нужны еще какие-то предметы? А вот вы считали бы важным добавить в предметное обучение еще какие-то науки? Все-таки время не стоит на месте. 21 век. Все-таки здесь дело немножко не в науках. Я считаю, что школа должна в первую очередь культивировать в детях не столько наборы знаний, чтобы они запоминали большое количество фактов, сколько обращать их внимание на получение навыков. Во-первых, навык самообразования. Во-вторых, навык социализации, навык общения. И в этом смысле какие-то психологические практики, возможно, действительно были бы очень полезны, чтобы ребенок научился, как взаимодействовать со средой, чтобы получать от нее как можно больше пользы. То есть вы просто развиваете свою позицию, которую вас заучили. Оставляем то же самое предметное содержание, но по-другому взаимодействуем с ним. Решаем еще дополнительные образовательные задачки. Не только психологические, сколько социальные практики. Они уже везде на Западе существуют. То есть добавляем, включаем в образовательный процесс социальные практики, психологические практики, которые работают на решение других задач. Спасибо большое. Есть ли еще у кого-то точка зрения, связанная с тем, нужно ли сейчас в современную школу в практику деятельности наших детей добавить еще какие-то предметные знания, по каким-то предметным областям. Вот слышу такой вздох тяжелый, не потянем. И отказываться ни от чего не хочется. И добавлять не нужно, потому что много всего есть. Спасибо за то, что высказали свою точку зрения. Действительно, мы привыкли к тому, что школьная жизнь строится с опорой на предметное обучение. Мы привыкли к тому, что у нас в расписании стоит урок истории, математики, русского языка, литературы и так далее. И время идет, мир меняется, задачи, которые стоят перед современной школой, тоже меняются. И мы понимаем, что возможно, что там будет и происходить с предметным обучением. И вот сегодня на нашей дискуссии мы хотели бы действительно услышать позиции двух наших спикеров, Амарины и Марка, которые бы представили свои позиции. Как им кажется, в современной школе должно сохраняться такое предметное обучение, либо школа должна переходить на другие какие-то уже рейсы. И у каждого спикера сейчас будет возможность заявить свою позицию и представить аргументы в защиту своей позиции. У каждого спикера пять минут на обозначение позиции. Итак, кто первый? Марина Бетянова. Время не пошло, у меня вводные слова. Верни. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я хотела обозначить только один момент. Мы с Марком, когда выбирали, кто какую позицию будет представлять, мы в принципе ориентировались на свои убеждения, но естественно в целях обострения, в целях поляризации, по крайней мере в начале, мы свои позиции делаем сейчас такими предельными. Не обязательно сразу приписывать их к нам, как наши. Мы скорее будем свою собственную позицию тоже потихоньку формировать в процессе общения с вами, но я с удовольствием взяла на себя задачку представить позицию революционного характера, можно начинать, да, позицию, связанную с отказом от предметного обучения. И если очень жестко так, предельно жестко сформулировать тезис, который я защищаю, то он звучит так, предметное обучение, принцип предметного обучения безнадежно и устарел. И чем быстрее мы это поймем, тем меньше последующих поколений наших детей будут в школе отбывать номер, а не интегрироваться в мир, в котором им предстоит осуществлять, достигать своих целей, реализовывать свои ценности. Ну а теперь, что касается аргументов, почему я так считаю. Ну, самый первый аргумент я первым и сформулирую. Когда появились учебные предметы, большей частью входящие в современную школу, они носили сугубо прикладной, сугубо прагматический характер. Если взять школу средних веков, где, собственно говоря, и сформировалась вот эта вот основа сегодняшнего предметного обучения, чтение, письмо, история, математика, да, собственно говоря, четыре их и было вначале, потом подсоединилось естество знаний, то, в общем-то, у всех, кто учил детей этим предметом, был ясный ответ на вопрос, зачем дети это изучают? Они это изучают потому, что умение писать, умение считать, умение выражать свои мысли, да, открывает этим детям путь к работе, к определенному социальному статусу, социальным благам, делает их востребованными в обществе. И знание этих простейших вещей, с нашей точки зрения, проводит вот эту границу между ведением и невежеством. А ведение – это путь в культуру, в цивилизацию, в нормальную жизнь. И, ну вот, шло время, и сейчас картина стала иная. Какого педагога ни спросите, и даже родителя, зачем детям математика? Никто не скажет, что без математики, без умения считать, ребенок не займет свое место в жизни. Все понимают, что этого категорически недостаточно. Скорее всего, начинаются ответы типа, математика очень важна, она развивает логику. Зачем нужно в таком объеме, такой нужен русский язык? Русский язык очень важен, потому что человек должен уметь грамотно, быть грамотным и грамотно формулировать свои мысли. Зачем в таком объеме химия? Кто из вас помнит, что такое механизмы терификации, которые все мы с вами изучали в курсе органической химии? Ну, терификацию не помню, но химия формирует картину мира, и это очень важно. Вот получилось, что сегодня эти предметы потеряли прагматический смысл и используются как инструменты развития самых разных способностей. Но ситуация получается парадоксальная. Если взять разные школьные предметы, то не математика развивает логику. Лучше всего логику развивает русский язык. Но никто сегодня не использует русский язык для развития логики. А математика, построенная на шаблонах и алгоритмах, формирует школьная математика. Формирует шаблонное мышление, никоим образом не развивает способность мыслить. Химия, физика, астрономия, география в таком объеме, в такой глубине, которую они дают, не позволяют формировать единую картину мира, а наоборот делят эту картину мира, как у стрекозыны, фасеточные такие отдельные элементы, и ребенок не видит, как мир устроен в целом. Ну и вот эти примеры того, как предметы, которые, во-первых, потеряли свое изначальное назначение, стали инструментами, но инструментами, как выясняется, достаточно слабыми, не заточенными на решение вот этой задачи развития компетенций. Вот такая сейчас происходит трансформация. Второй мой аргумент, тоже для меня очень важный. Вот сейчас бесконечные тут разговоры. Ввести астрономию или нет? Ввести духовно-нравственную культуру или нет? Там несколько лет назад, ввести экономику или нет? Ввести психологию или нет? Когда задаешь вопрос, да когда же это кончится, и когда же мы поем, что надо, что не надо, показывают, что нет ни у кого сегодня, ни одного дедакта современного, нет четкого представления о том, какие предметы реально нужны. Очень мутная аргументация. И на мой взгляд, основная причина состоит вот в чем. Вот эти первичные, примитивные кубики знаний, из которых сегодня сказывается предметная программа, они на самом деле не соответствуют сегодняшней научной и гуманитарной картине мира. Мир сегодня значительно сложнее, в нем все переплелось. А мы с вами по-прежнему учим детей вот тем простым кирпичиком, из которого складывался мир ребенка, подмастерье в 16 веке. Спасибо. Почти. Итак, слово второму спикеру. Добрый день. Ну вот, я разделяю аргументы и беспокойство за детей и картину мира. Вообще говоря, подхода Марины, такого радикального к отмене школьных предметов, не разделяю. Мне кажется, что школьные предметы нужны, просто относиться к ним надо немножко по-другому. Они действительно часто превратились в набор, ну так сказать, мертвых формул, мертвого знания. В том смысле, мертвого, что не применяется, не применяется к жизни. На эту тему есть замечательный анекдот. Вчера решал кроссворд и с удовольствием на слово из семи букв клеточная структура по горизонтали вписал в ЭКУОЛЬ. 30 лет я ждал момента, чтобы мне это слово пригодилось. Так вот, если так понимать предметы, то, конечно, с ними большие проблемы. Но на самом деле ведь школьные предметы делятся на две очень важные большие категории. Одни предметы представляют собой языки, а другие предметы представляют собой модели мира. Мир сложный и большой, поэтому моделей не одна. И мы очень хорошо понимаем, что есть модель живого мира, это биология. Есть модель мира в его историческом развитии, это история. Есть модель материального мира, это физика. Есть художественная модель мира, это те предметы, которые относятся к образовательной области искусства. По факту за них отдувается литература, и на ней очень хорошо видно, как она эту задачу не выполняет. Хотя бы должна. На нее вешают все, что угодно. На нее вешают нравственное воспитание, на нее вешают навыки чтения. Но вот как художественный взгляд на мир, литература работает плохо. Так можно про все модели, про все предметы сказать, например, та самая ненавистная для многих химия. Вообще говоря, химии меньше всего, мне кажется, повезло, потому что или человек химик, или он ее забыл полностью, или он ее в жизни ненавидел. Вот так как-то с ней складывается. Хотя, на мой взгляд, это самый волшебный предмет, потому что это предмет о превращениях. Когда мы читаем Гарри Поттер и прочую подобную литературу, мы превращение воспринимаем как чудо, когда превращение происходит на наших глазах в пробирке, сопровождается описанием на своем, кстати, языке, формулами и прочее. Почему-то это вызывает какую-то тоску и непонимание, мне это совершенно неясно. Наконец, вторая часть школьных предметов — это языки. Их несколько очевидных. Один не для всех очевидный, и один скрытый. Значит, очевидно, это понятно. Это русский, иностранный. И почему я сказал несколько, а не два? Потому что бывает и второй иностранный, бывает и родной еще язык. То есть иногда бывает, что человек спокойно учит четыре языка в школе, бывает, что и два. Неочевидный язык — это математика. Это надо понимать, что математика — это не естественная наука. Она имеет дело не с естественными предметами, а не с естественными явлениями, а с абстракциями. Эти абстракции описывает. И, о чудо! Обнаруживается, что мир реальный, физический, ведет себя по тем же законам, по которым ведут себя эти самые абстракции. И это чудо, кстати, тоже школа почему-то не показывает, но и математика как языкописание мира не показывает. В этом смысле, кстати, тоже занятный пример насчет расширения количества предметов. Сейчас часто говорят, а давайте в школу ведем предмет финансовой грамотности. На мой взгляд, вообще хватит вводить предметы, действительно, уже замучили и тем, что есть, несмотря на то, что я их отстаиваю. Но не надо вводить предмет финансовой грамотности. Финансовая грамотность — это грамотность, прежде всего, математическая и экономическая. Есть 4, 5, 6 понятий типа кредита, процентов, доходов, расходов и прочее, которые можно прекрасно в курсе математики как примеры рассматривать. И тем самым заодно еще формировать финансовую грамотность. И, наконец, еще про скрытый язык хотел сказать, есть еще язык карт, который зашит в таком предмете, как география. Это тоже модель мира, это модель нашего земного мира, удивительным образом сливающаяся своим языком, потому что убери из географии карту, и от географии все что угодно останется. Геоморфология, экономика, народонаселение, зоология даже и прочее. Так вот, что мы человеку даем с помощью предметов? Мы ему даем модели мира, карты такие, путеводители, да, если их нет, ты выходишь в этот мир как слепой. Как первобытный человек выходил там из пещеры своей и вообще совершенно не мог себе представить, что его ждет в результате каждого движения, каждого шага. И, кроме того, мы даем ему средства коммуникации, средства общения с этим миром, средства описания этого мира, общения с людьми, общения с материальными предметами. С чем я согласен, что часто и языки тоже оказываются оторванные, поэтому не случайно здесь звучало понятие социальных практик, потому что эти языки бы неплохо еще применять бы в жизни, смотреть на эти самые результаты. А так, модели мира все нам нужны и даже, у меня три песчинки осталось на одном примере, на примере биологии, хочу сказать, что при той огромной моде сегодня на диеты, на фитнесы, на интерес к здоровому образу жизни без биологии, а за ней, кстати говоря, и без химии, биохимии, да, на самом деле серьезно к этим вещам относиться невозможно просто. Знаний не будет, будем читать каждый раз новую моду про ягоды Годжи в женском журнале, верить этому не имея, верификационных матриц, и действовать, соответственно, не так, как действительно правильно, а так, как нам навязали маркетологи. Спасибо. Спасибо большое. Спикеры заявили свою позицию. И сейчас у нас будет немножко совсем времени для того, чтобы задать нашим спикерам уточняющие вопросы. Я вас попрошу именно задавать уточняющие вопросы, заявить свою позицию, поспорить, согласиться, не согласиться. У вас тоже будет такая возможность, но чуть позже. А сейчас к Марине или к Марку вопрос, все ли понятно в том, что они изложили. Спасибо большое за доклады. У меня вопрос к Марине. Возможно, я немножко рано его задаю. Просто я полностью согласна с вашей аргументацией, но, конечно же, за пять минут было бы сложно показать, как работает эта модель. Ведь нам нужен конкретный пример. Мы хотим понять, как это будет работать, если предметов не будет. Спасибо большое. Ну, действительно, это тема большого разговора. Я об этом также кратко отвечу, породив много других вопросов. Для меня основной способ организации образования современного – это создание образовательного детско-взрослого сообщества вокруг решения реальной проблемы. Она может быть реальных проблем. Они могут быть очень мелкие и такие мылкотравчатые, они могут быть серьезные и большие. Но вот это тот принцип, который я отстаиваю. Я вижу, я вижу реально, как можно интегрировать знания, вот эти все модели, не вокруг систематического изучения вот этого предмета, а вокруг проблемы. Ну, больше расширять не буду пока. Спасибо. Еще вопросы? Есть ли еще уточняющие вопросы? Ну, вопросов пока нет. Тогда я сейчас передаю, опять же, слово нашим спикерам. Следующие пяти минутки. И сейчас у наших спикеров есть возможность отнестись к тому, что было сказано оппонентам, и как-то парировать, уточнить. Ну, в общем, продолжить заявлять свою позицию, но уже оттолкнувшись от обратного. Кто? Итак, Марина. Пять минут. Маленький пример. Недавно как раз в умной школе был потрясающий клуб экспертный, где мы рассматривали проблемы цифрового образования. И один участник клуба привел следующий пример. Он сказал, представьте, что уже появилась программа, и она может быть закачана в любой гаджет детский. Программа, которая позволяет решать какие-то очень сложные уравнения. Я забыла, какого типа уравнения. Дифференциальное уравнение. То есть не надо уже. Ты просто буквально наговариваешь цифры, а оно тебе решает. Ну, и когда я задала, ну, как-то все, ох, ох, ах, ах, надо же. Я задала вопрос, а это хорошо или плохо? Что с этим делать? Человек сказал, нет, это очень плохо, потому что если... То есть тем, кому не нужна математика, давайте вот как калькулятор теперь давайте эту программку и бог с ним. Но если человеку нужна математика, пусть он решает сам. Вот для меня это категорически... Вот у меня категорически другая позиция. Не надо в образовании каждый раз стартовать от царя гороха и от эпохи, когда мы ничего не знали про мир и думали, за пределами Греции живут чудовища, целые хорибты. Давайте стартовать с того уровня, который есть. Сегодня не нужно мышление для того, чтобы решать дифференциальное уравнение. Ну и хорошо. И к тому, что предметы, если даже их строить, они должны быть значительно более высокого уровня систематизации, обобщения. И начиная с детьми надо с того, что уже накоплено человечеством. Сегодня никто не учит, сегодня таблицу умножения учат, а не выводят, когда-то ее не было. Сегодня просто заучивают и дальше становятся автоматическим навыком. Но давайте примем, что завтрашнему человеку не нужно решать дифференциальное уравнение, уметь. Но зато ему нужно использовать эти уравнения для решения задач того уровня, который ставит перед ним его цивилизация. Поэтому я не поддерживаю идею продления жизни предметом в сегодняшнем варианте. И второй аргумент для меня очень веский. Достаточно часто в таких дискуссиях говорят вот что. Но ведь это все зависит от учителя. Вот Марк говорит, литература не вычерпывает тот потенциал, который есть. Химия, никто не показывает чудо. Вот оно есть, но его никто не показывает. Большая, жалко. Но, коллеги, я знаю массу потрясающих учителей. Если в системе много уже столетий, уже два как минимум столетия подряд, очень хорошие, сильные, даже гениальные учителя не в состоянии показывать чудо на уроках химии. И за моделями мира, и вернее там, вот давать математику как язык постижения реального мира, значит, в консерватории надо что-то подправить. Значит, дело не в том, что вот возможности есть, они не вычерпываются. Значит, в системный какой-то сбой в самом устройстве предметов, и даже если один учитель на миллион будет это чудо показывать, это химию как предмет не спасает. И поэтому не надо уповать на то, что там ресурс есть, его только надо научиться вычерпывать. Что-то мешает, что-то объективное и важное мешает это делать. Поэтому проще, на мой взгляд, искать другой принцип. Все, спасибо. У Марка осталось в запасе еще две с половиной минуты, поэтому можно говорить долго. Спасибо. Ну, долго говорить, видимо, смысла нет в таком формате, в таком жанре. Значит, что я могу сказать по поводу позиции моего оппонента? Мне близка идея, что образование надо строить вокруг реальных проблем, решений их, и такого решения, которое подтягивает за собой необходимость в каких-то реальных знаниях. Вероятно, это будущее, и вероятно, это ровно то будущее, которое школу спасет. Ну, давайте говорить... Давайте говорить честно, кризис в школе есть, и кризис связан, в общем говоря, не с тем, есть там предмет или нет, а с тем, что это принудиловка. Принудиловка сегодня работает плохо, заставить сложно, принудительный труд неэффективен. 15% детей, родителей, по исследованиям высшей школы экономики, задумываются об альтернативных формах. Обязательным ведь стало не сколько школа, сколько необходимость получения образования, подкрепленного бумажкой, документом, антистатом. И поэтому альтернативные формы начинают из школы серьезно вымывать детей, и школа должна что-то предъявить, если она хочет конкурировать, она должна что-то предъявить. Вот в этом смысле обучение, основанное на реальных проблемах и на каких-то деятельностных практиках вокруг этих проблем, мне представляется тоже очень перспективным. Здесь мы не оппоненты, а как-то противоположно называемые, единомышленники. Но предметы, смотрите, вы делаете проект с детьми, предположим, вы темы проекта взяли из какой-то реальной практики, реальной жизни. И детям требуется для того, чтобы проект сделать ответственно и содержать на какие-то знания. Если мы оставим эти знания только вокруг подобной деятельности, они неизбежно будут бессистемными. Все равно предметы – это модели, предметы – это системы. Просто мы действительно за 200 лет, там есть проблемы, чего-то не научились, надо подправить. Но подправлять надо не в сторону отказа, а подправлять надо в сторону структуры внутри самого предмета. Потому что эта система, в ней есть базовые принципы, в которых стоит понять, как начинает все работать. Пару примеров. Как только ребенок схватывает, сейчас в школе не говорят про валентность, говорят про степень окисления, но как только ребенок схватывает, что в той самой химии все основано на обмене электронами, и понимает в этом смысле значение периодической таблицы, вся остальная химия дается. Как только эта идея, по крайней мере неорганическая, вся прекрасная эта идея работает. Как только ребенок схватывает понятие фотосинтеза, оно вообще говоря не очевидное совершенно, это история о том, как мы с вами тут, сидящие в этом зале, потребляем, вообще говоря, солнечную энергию, как только эта цепочка схватывается, половина биологии плюс клеточная структура, все, вся биология готова. Этого не дают. Они дают последовательное изложение фактов, вместо того, чтобы строить какие-то пирамидальные вещи, основанные на принципиальных каких-то позициях, на принципиальном устройстве этих моделей. Поэтому мне кажется, что если бы скрестить, как известно, уже с ежом, и предметное обучение с реальными проблемами и реальной деятельностью в школе, вот это было бы сильное. А перекос просто в сторону решения реальных проблем и отказ от того, что знание предоставляется в форме отработанных и систематизированных моделей, мне кажется, что это перебор, это одну сторону школьного образования усилит, а другую, тем не менее, неизбежно ослабит. Поэтому я за то, чтобы в школе предметы оставались, не расширялись, понимались по-другому, играли несколько другую роль, но тем не менее, необходимости в системных, ну, исчерпывающих путеводить. Вот я, знаете, как такой пример приведу. Я один раз имел такое сомнительное удовольствие в жизни вводить автомобиль в городе Каире. В городе Каире все правила дорожного движения состоят из двух. Первое правило, если тебе надо ехать, езжай. Второе правило, если ему надо ехать, дай ему проехать. Все, больше правил нет. Все остальные едут как они. И для того, чтобы я, ну, я, так сказать, европейский человек, воспитанный на определенных традициях путешественных, я для того, чтобы ориентироваться в этом городе, купил карту, набор. И у меня, значит, мой брат сидел в качестве штурмана, он в эту карту смотрел, помогал мне как-то там ориентировать. Так вот, выяснилось, что эта карта почему-то каким-то загадочным образом весь город не покрывает. То есть ты вот поедешь по странице, переезжаешь на следующую страницу, ты отправляешь, а там нет ничего, там другое место. Вот школьное знание, которое предоставляется, он демант по запросу под реальную задачу, легко рискует превратиться вот в такую карту, неполную, и тем самым представление о Каире, представление о знании, представление о модели мира целостной и системной, сформированной не будет, и следовательно останется обрывочным набором фактов. В этом я вижу опасность такого подхода, если он будет гипертрофирован. Спасибо. Спасибо. Ну, наши спикеры продолжили представлять свою позицию, уже будучи оппонентом по отношению друг к другу. Ну, и вот, вы знаете, я как, не знаю, знак судьбы, знак современного мира расценила объявления, которые вторглись и в речи Марины и Марка, звали на ЕГЭ, на пробное экзамены. Мы сейчас про предметное обучение, так вот вам был какой-то ответ. Ну, а сейчас наши спикеры немножко отдохнут, а у меня уже к вам такой вопрос. Вот сейчас есть возможность заявить свою точку зрения. А как вы считаете, предметное обучение сегодня, оно необходимо или от него можно и нужно отказываться? Пожалуйста, услышали наших спикеров, согласны, не согласны, являются лихоаргументы весомыми. Добрый день. Мне кажется, что оба спикера правы, и, как всегда, должна присутствовать золотая середина. Приведу такой пример. Я закончила среднеобразовательную школу даже с медалью, но при этом у меня не было полной картины мира, вот касательно, потому что я такой вот больше гуманитарий, то есть языки, литература, это мне было ближе. А вот физика, химия, биология, география, это вот действительно был какой-то набор абстрактных понятий, которые я абсолютно не понимала, как применяются в жизни. И только начав обучение уже в институте, попав на такой предмет, как курс естествознания, КСЕ, только в этот момент мне пришло полное осознание того, как бы, собственно, зачем эти все предметы нужны, и как в нашем мире, как это применимо. И действительно, спасибо, Марк, большое вам за то, что касательно ягод Годжи и как нам биологию можно было бы применять с точки зрения фитнеса и похудения. Действительно, если бы нашим детям уже в школе рассказывали об этом, было бы значительно лучше. Спасибо. Я сейчас дам комментарий немного не в тему, но так как я смотрю, не очень много желающих высказаться. Просто когда идет речь о реформе, всегда возникает следующий вопрос. А кто этим будет заниматься? Тем более, что у нас сейчас активно развивается сфера частного образования, где уже начинают применяться новые какие-то технологии. Как их опыт может быть востребован? И вообще, как должна переструктурироваться эта система? Если мы берем часть из каких-то новых подходов беспредметных и оставляем часть старого, то в каком компоненте это лучше всего? То есть это все, что связано с тем, что сейчас называют менеджмент образования и так далее и тому подобное. То есть мне бы хотелось хотя бы узнать какие-то ссылки, где можно про это все посмотреть, почитать. Посмотреть, почитать, как это уже реализуется. Как это обсуждается. Ну, Ваш комментарий про риски, которые могут быть связаны с изменением системы. Я бы тоже хотела отнестись, не столько прокомментировать, сколько отнестись. Потому что вот эта тема, останутся ли предметы или мы уйдем от предметов и будем ли мы все интегрировать, это, в общем-то, проблема, начавшаяся где-то в 90-х годах практически в школах Москвы. И мы все время этим занимались. И я как, вот могу так сказать, что, знаете, вот когда-то либерально очень подошла тоже к этой проблеме. Я сама вела интегративные курсы различные. Но, как любой либерал, как говорил Черчилль, к старости не смогла не стать консерватором. И опять-таки все-таки уходишь в сохранение предметов. Хотя то, что говорит Марина, это вот то, с чем мы, в общем-то, живем. Но посмотрите, какой момент. Если мы говорим о том, что предметы должны тогда быть на более высоком уровне общения, что обобщать? У нас есть предмет обобщающий, это общество знаний в 10-11 классе. Самая трудная часть – это написание эссе на ЕГЭ, где надо что-то обобщить. Дети не могут взять философские темы для эссе, потому что им нечего обобщать. Готовятся и говорят, а что мы можем обобщить, если философия, значит, противоречия, да, главная категория. В химии, а что-то мы их не помним, в физике мы их назвать не можем, в биологии, то есть даже наследственность и изменчивость мы не понимаем, там связанные с уравнением реакций по химии, саму таблицу Менделеева не можем приложить к этому. В чем здесь проблема? Проблема системы преподавания, слабости преподавателей, или мы не можем обобщить на уровне общества знания? Это вот один момент, который все время, в общем-то, для нас является очень важным. Мы не понимаем, как с этим работать. Следующее. Если работать вокруг проблем. Такая практика была, она была в 20-е годы, очень активно у нас развивалась. И это где-то похоронило предметное обучение и давало очень низкие тогда результаты. Это в истории педагогики описано. Вокруг проблем, если работают сейчас. Есть такие технологии, там французские мастерские, творческие мастерские. Вроде бы это что-то дает, но это дает уже после изученных предметов. Вот мне это так кажется. Третий момент. Вот если мы перестанем бороться за предметы, которые, конечно, не дают картины мира, все мы с этим согласны, значит, у нас как в войлоке, да, вот, попадает жидкость, и она растворяется, и нет картины, ничего не сделаешь пока с этим. Но, мне кажется, если мы не будем бороться сейчас за предметы, бороться, ну, не в смысле революционном. Как только мы перестанем это делать, я боюсь, мы сразу поймем, за что мы боролись. Потому что утратится то, что можно потерять. И это очень опасно. А что касается, вот, например, то, что школа за счет предметов все-таки может дать картину мира или научить работать, научить учиться, несмотря на то, что мы говорим, что у нас с этим плохо. У нас недавно была встреча с выпускниками школы. Приходили ребята в возрасте 20-30 лет. И они то же самое говорили о вузах, даже о Бауманке. Они говорили, что и так не хотелось это все делать, это все не нужно, и пошли на работу все эти предметы, которые были... А вот когда стали переучиваться, им это стало нужно. У нас тоже нет ответа на этот вопрос. Но вот очень страшно это потерять, то, что сейчас есть, хотя бы. Спасибо. Кто-то еще хотел бы заявить свою позицию? Вы знаете, мне хотелось бы сказать, что вот Марина очень важную вещь сказала по поводу того, что надо развивать способности. Понимаете? Опять же мы возвращаемся к тому, что в данный момент мы просто собираем знания по каким-то предметам, а способности не развиваем. И это самое важное сейчас, в наше время. Действительно безнадежно устарели многие предметы. Они нужны, но они безнадежно устарели. Почему они тогда нужны? Потому что надо иначе относиться к материалу, к тому, что там внутри. Учим детей способностям. Тогда и будет целостная картина мира. Сейчас, секундочку. Правильно я поняла, что устарели не сами предметы, а вот то содержание, которое дается, и то, как организуется взаимодействие ребенка с этим содержанием, да? Как проверяется. Спасибо. Мое мнение, что предметы нужны однозначно. Мы должны знать основы. Возможно, первый, четвертый класс, начальная школа, там дети очень радостно обучаются. Вот там мы это все даем. Почему-то самые простые задачи, которые там дети легко решают, вот в старших классах уже вызывают затруднения. Возможно, я думаю, что у детей уже к старшему, когда они становятся более старше, у них пропадает интерес к обучению. Вот как их заставить учиться? Такое слово, конечно, заставить. Как сделать так, чтобы они захотели? Есть у детей интерес. Дети у нас замечательные, и математикой они любят заниматься, и физикой, и химией, и всем чему угодно. Только не всем это нужно. Одному нужна математика, другому нужна литература. Возможно, уже в среднем звене уже немножко их ориентировать. Уменьшить нагрузку однозначно надо. Тогда мы сможем таблицу тоже умножения вывести. А по поводу, какие предметы вводить, я думаю, что здесь нужно четко знать, что мы хотим получить, и уже будем знать, какие предметы вводить. У меня вот такое мнение. Спасибо. Да. Итак, сейчас было мнение, что сохраняем предметы, но дифференцированно используем по отношению к детям. Что я хочу добавить? Во-первых, да, это все хорошо. То, что дети получают знания. Но когда приходят правительственные контроли, там требуется большего. Что получается? Хорошисты или отличники показывают плохие показатели. В чем дело? Потому что мало времени уделяется дополнительным заданиям, которые бы развивали бы логические связи, которые непосредственно там, в этих контрольных, и присутствуют. Но, как обычно, все говорят, что самым основным предметом больше времени. А вам что останется? И в итоге получается, мы кого лишаем? Детей. То есть не даем им именно вот этого подспорья. Вот я бы решила, чтобы на это больше, свыше обратили внимание, чтобы были дополнительные задания обязательно. Я понимаю, православные культуры есть, разные краеведения, но почему-то к этому очень мало идет внимания. Спасибо. Спасибо большое. Но вот я сейчас услышала, что даже на уровне контроля, внешнего контроля идет такая неоднозначная ситуация. Есть контроль, который требует предметного владения материалом, и уже появляются задания, где дети уже должны не только предметом хорошо владеть, но и уметь мыслить, применять это в нестандартных ситуациях. А на это сейчас времени нет. Здравствуйте. Я преподаватель начальной школы, и вот я хотела бы добавить пару слов в поддержку традиционной системы образования. Знаете, как вот сказала предыдущий оратор, мы можем выплеснуть с водой ребенка. Самое главное, чего не хватает в школе, это творческого элемента. То есть задания интересных, творческих, зажигающих детей. Вот возьмем уроки русского языка. Во всех учебниках рутинные вставь букву, подбери слово. В общем, рутина. Скупа. Вот что я делаю? Я даю детям сочинять истории, сочинять стихи, писать эссе на самые разные интересные им темы. Например, общие между компьютерной игрой и жизнью. Твои сильные, твои слабые стороны. То есть на стыке психологии и реальной жизни. И это их очень зажигает. И при том они вынуждены. То есть сама ситуация заставляет их быть грамотными. Они не хотят писать неграмотные эссе. И они у меня спрашивают правила, и запоминают то, что им нужно, они запоминают нам всегда. Без того, чтобы им вдалбливали. Вот это пишется так, это пишется это, все орфограммы. То есть обучение должно быть интересным, увлекательным. Но это, конечно, очень многое зависит от педагога. То есть вы говорите о том, что ресурс предметный, он и не исчерпан сейчас. Ваша позиция, что нужно оставлять предметное обучение, но в рамках этого предметного обучения это делать интересно. Использовать те, в том числе игровые приемы, которые повышают мотивацию детей, и они для себя как-то незаметно еще и усваивают предмет. Ну, для начальной школы вот такая позиция, понятно. Коллеги, кто бы еще хотел бы? Может быть, задать вопрос нашим спикерам? Ну, сейчас из ваших выступлений стало видно, что и среди нашей аудитории тоже позиции разные. Есть те, кто говорят, что действительно предметное содержание не до конца сейчас еще использовано, оно может работать в том числе на решение современных задач образовательных, если менять методику преподавания, если делать это интересно, если учитывать потребности детей, в том числе предпочтения, связанные, может быть, с послешкольной жизнью, да, с выбором профессии. Кто-то говорит, что надо менять, и в рамках предмета тесновато. И вот у нас есть даже опыт, когда произошла такая обратная эволюция, да, сначала без предметов, интегративные курсы, а потом опять возвращение к идее предметного обучения. Ну, и аргументы мне показались действительно очень весомыми, интересными, и аргументы связаны с внешними какими-то особенностями нашей системы образовательной, и аргументы связаны с пониманием, что важно для развития самих детей. Ну вот, уважаемый спикер, опять к вам вопрос. Вы услышали, может быть, у вас появились вопросы, кто, ну вот к тем, кто выступал? Не вопрос, а скорее реакция, да. Вот я совершенно хочу поддержать коллегу по поводу всех попыток интегративного, межпредметного и подобного в школе, за которыми я тоже наблюдаю уже лет 25. И вообще говоря, ничего не получается так в целом, да. Ничего, знание, интегрирующее знание, межпредметность, интегрирующие предметы не складывается. Я думаю, что этому глубокие причины есть в том, что само мировое знание распалось на части, и, так сказать, на уровне школы собрать его воедино, даже при той огромной тоске по целостности мира, которая у нас у всех присутствует, наверное, школе это не по силам. Поэтому мне кажется, что вот тут я бы как раз начал присоединяться к оппоненту, поэтому мне кажется, что собирать-то воедино должно не знание, другие знания, и не специальный интегративный предмет, другие предметы, а деятельность, практика социальная, там и прочее, и прочее. То есть, возвращаясь к той мысли, которую я уже высказывал, интегративность отдаем, сбор воедино отдаем практике и деятельности, а поставку моделей мира, и карт мира, и знания оставляем за предметами, которые, да, действительно в этой связи, и тут появляется причина, почему, они должны быть переосмыслены с точки зрения их внутренней структуры и внутреннего устройства. Вроде как по ходу дискуссии мы действительно должны приходить к какой-то интеграции, но, коллеги, послушав вас, я чувствую, что моя внутренняя защита позиции, которую я проняла на себя в ролевую, она усиливается. Я все больше считаю, что от предметов надо отказываться. Ну, и вот у меня есть несколько минут, я хочу, наверное, еще один аргумент привести. У меня есть знакомый, родственник восьми лет, близкий родственник, внук зовется. Он троечник, нормальный второклассник-троечник. У него дома вот такая стопка. Когда-то в конце первого класса я подарила ему книжку, которая называется «Энциклопедия юного шпиона». Вот с этого момента началась нормальная жизнь человека. Значит, у него вот такие стопки тетрадок, куда он рисует схемы, переписывает, пишет шпионские письма, роет на даче бункер, причем схемы создает для этого на компьютере. То есть, когда ему объяснили, что никто не может читать его каракули, он очень возбудился и стал пытаться писать хорошо, исправлять ошибки. То есть, вот эта книжка, вот такая книжечка, «Энциклопедия юного шпиона» выполняет для него значительно более важную образовательную роль, чем вся та школа, которую он посвящает огромное количество времени. Вокруг вот этой занимательной для него деятельности пошел настоящий образовательный процесс. Я понимаю, что, конечно, отказаться от предметов полностью нельзя. И я согласна, что языки нужно давать системе, потому что языки иначе не изучаются. Но это должно быть действительно некое вкрапление языков, как системы. И дети должны понимать, что вот это систематическое, довольно скучное изучение языков необходимо для того, чтобы в жизни была радость познания, радость делания, радость коммуникации с другими людьми и так далее. А это можно организовать только в какой-то живой деятельности. И я не вижу... Вот мне не страшно, что мы выплеснем. Давайте говорить честно. Он уже лежит, ребенок, на краешке вот кувшинчика, который мы выливаем. Мы уже почти потеряли наших детей. Вот для меня мой внук это очень яркий пример этого, что действительно они уже не с нами, в смысле... Они с цивилизацией, они с образованием, они с будущим, но не с нашей школой, потому что школа не решает тех задач, которые должна решать. И последнее. Я хотела присоединиться и как-то развить идею, которую вы высказали по поводу того, что школа не собрала для вас мир, а ВОЗ собрал. Вот сейчас как психолог я вдруг... Какой-то у меня маленький инсайт, я за него вам благодарна. А может быть, это вообще должно быть наоборот. Может быть, школа должна собирать мир в такие целостные синкреты, где не все еще внутри понятно. Но я понимаю, вот как он устроен. А высшее образование, старшая школа и высшее образование, вот потом вот эту понятийную нагрузку, вот эти все бесконечные систематические знания давать. Пусть у нас люди, которые потом не пойдут в высшее образование, пойдут работать в магазины, на бензоколонки, в простое производство, имеют вот эти синкреты знаневые. Вот этот видит мир как целое. Ну а потом высоколубые разложат его на детали. Может быть, в принципе, надо менять назначение основного и высшего образования. Спасибо. И да, Марина сейчас заявила еще раз свою позицию, обозначила ее. И у Марка тоже есть возможность сейчас вот тоже подвести такой итог своей, в рамках своей позиции. И организаторы еще нам там тихонечко показывают таблички с оставшимися двумя-тремя минутами. Значит, я хотел такую коду еще, дополнение к тому, о чем мы говорим, связанную, сегодня говорили о проверках и оценках, с одной еще важной вещью, которая вытекает из такого кризиса предметного преподавания в школе. Значит, учителей тут подняло, по-моему, два или три человека всего руки. А родители сколько руки поднимают? Родители, пожалуйста, еще раз поднимите руки, чтобы мы увидели в нашей аудитории, кто в родительской позиции. Ну как это вот от нас так не очень высоко подняты двое, двое родителей, остальные педагоги. На мой взгляд, родители склонны переоценивать оценки, придавать им слишком большое значение. А вообще, говорят, троечник, ничего не значит. Тройка по физике, точнее так, тройка по физике непонятно, что значит. Вы никогда не догадаетесь. То ли он неправильно отступил количество клеточек, то ли учителю показалось, что он ей надерзил, то ли он действительно не понял закон Бойля-Мариотта, то ли он неправильно оформил решение, никогда не знаете. Но родители и школа склонны оценивать по оценкам, которые вытекают в идеи своей из предметного знания. И это вот, по моим понятиям, глубоко неверно. То есть моя мысль о том, что предметное знание надо сохранять и развивать, не относится к системе оценивания. И я хотел бы вот это подчеркнуть и родителей призвать не гипертрофировать собственное отношение к школьным оценкам. Спасибо большое. Спасибо нашим спикерам. Спасибо вам за то, что проявили свою позицию, за то, что с интересом слушали. Мы сегодня заявили эту тему как дискуссию. У нас, наверное, нет и на данный момент времени не может быть уже прям четко однозначного ответа, хотя Марина говорит, что есть. Наша была задача действительно поставить проблему, что то, как устроено современное образование в плане предметности, уже теряет свое предназначение. Возникает очень много вопросов, с которыми нужно разбираться. И мы сегодня эти вопросы, как мне кажется, обозначили. Спасибо. Спасибо всем.